Да, и это самое. Татьяну Таню, когда я не забуду. Зачем? Сегодня Татьянин день. С именинами тебя, Тань. Спасибо! 25 января в России ежегодно празднуется День студента, или Татьянин день. По традиции студенты кутят, как хотят, а преподаватели и профессура им в этом потворствуют. Но как же увязать церковное торжество и студенческую вакханалию? В 1755 году империатрица Елизавета Петровна подписывает указ об учреждении Московского университета и двух гимназий. Как всякая добро происходит от просвещенного разума, а напротив того зло искореняется, то, следовательно, нужда необходимой одному стараться, чтобы способом предстойных наук возрастало в пространной нашей империи всякое полезное знание. Курирует университет фаворит императрицы Иван Иванович Шувалов. Генерал выбирает день учреждения университета не случайно. Именно в этот день именины у его дражайшей матушки Татьяны. Дарю тебе университет. Эта фраза стала крылатой. Кстати, в 2007 году на Воробьевых горах был построен Шуваловский корпус. Обратите внимание, современная постройка стилизована под сталинский ампир. Здесь учатся историки и философы. И это памятник Михаилу Васильевичу Ломоносову. Он находится на равном расстоянии от здания физфака и химфака, но физики и химики до сих пор спорят, к какому зданию памятник ближе. Деятель науки, философ, стихотворец. Михаил Васильевич Ломоносов приложил немало усилий к организации учебного процесса в Московском университете. А вы знаете, что изначально существовало всего три факультета? Философский, юридический и медицинский. Причем каждый студент начинал свой путь именно с философского факультета, а затем уже мог выбрать, остаться ли на этом, или перейти на юриспруденцию, или, может быть, стать врачом. Лекции велись как на латыни, так и на русском языке. А вот факультет богословия отсутствовал, потому как в России, матушке, существовала своя система подготовки церковных служителей. Хорошо, что сегодня учебные планы в первом вузе страны отличаются большим разнообразием. Например, я учусь на лучшем факультете – ВШТ МГУ. Покровительницей студентов становится раннехристианская святая Татьяна Римская. Татьяна рождена в III веке в семье богатых христиан. Однажды ее насильно привели в храм Аполлона и заставили молиться идолу. Татьяна вознесла молитву Иисусу, и храм был разрушен. Статуя Аполлона раскололась под воздействием высших сил. За моей спиной находится храм священной мученицы Татьяны Римской. Это домовый храм МГУ. Он был построен в I-III XIX века. Ежегодно в День студента здесь проходит торжественное богослужение. В 1850 году вводится официальный праздник – День рождения первого вуза в стране. Но позднее к бешеному кутежу присоединяются и представители других вузов. К сожалению, после Октябрьской революции традиция бешеного, неистового кутежа забывается, и возрождается она только в 90-е годы. В 2005 году День студента закреплен на законодательном уровне. Приказано кутить. Но в честь чего столько безудержного веселья? Конечно же, конец сессии, окончание мучений, неистовых страданий. Можно, наконец-то, вынимать монетку из штиблет. Как сдать экзамен и не отправиться на пересдачу? Рецепт от Ксюши Лужайкиной. Совет первый. Перед каждым экзаменом кладите в башмачок 5-рублевую монетку, и она принесет вам удачу. Правда, ходить не очень удобно. Совет второй. Ни в коем случае нельзя мыть голову, ты можешь смыть знания. Совет третий. Перед важным мероприятием попросите родных и близких вас хорошенько поругать. На счастье и на боевой настрой. Совет четвертый. Поезжайте на площадь революции и обязательно потрите собаку. И самое-самое главное. Ровно в 12 перед экзаменом берете зачетку и высовываете с нею в окно. И обязательно зовете халяву. В каждом вузе просто уйма традиций на день студента. Например, на журфаке МГУ Ясин Николаевич Засурский, бывший декан, предпочитал облачаться в маскарадные костюмы и пугать студентов. По сей день Виктор Антонович Садовничий, ректор Московского государственного университета, варит медовуху. Причем по особому секретному рецепту. Он не разглашается, но медовуху с удовольствием потребляют каждое 25 января. Студенты Российского университета дружбы народов должны задобрить статуэтку кота-ученого в библиотеке вуза. Обязательно нужно принести коту что-нибудь вкусненькое, чтобы он помог на следующей сессии. С 2007 года День студента на законодательном уровне становится одной из важнейших памятных дат в России. И торжество приобретает всероссийские масштабы. Например, два года назад губернатор Забайкалья очень креативно поздравил студентов с их днем. С этой тусой поздравляю, пиджакесом напрягаюсь. Вы смотрите там, без бед, самых топовых побед. С днем студента, дорогие причастные! Как говорится, от науки еще никто не умирал, но рисковать не стоит. Ксюша Лужайкина, филолог-филолог, первое студенческое агентство Москва. Продолжение следует... Продолжение следует...